МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28-летний мужчина двигался со стороны центра города, по улице Тихоокеанской. Параллельно ему, но только по Джамбула, ехал Ниссан Тиана, за рулем которого был 37-летний хабаровчанин. 25-летний водитель Тойоты Марк 2 двигался им навстречу. Этот перекресток имеет некоторые особенности правил проезда. Улица Тихоокеанская является главной. Водитель микроавтобуса ехал по ней, не меняя направление. Поэтому при пересечении перекрестка преимущество было только у него. Марк 2 съезжал с главной на второстепенную, а Тиана наоборот. Выезжала через трамвайные пути на приоритетную дорогу. Оба этих водителя должны были уступить Ванетту право проезда. Сделал это лишь водитель Тианы, немного сбавив скорость. Молодой человек за рулем Тойоты, не включая сигнал поворота и, не сбавляя скорости, выехал на перекресток. Сначала Марк 2 врезался в Ванет и вместе с микроавтобусом отлетел к притормозившей Тиане. Оба седана остановились на рельсах и перекрыли проезд трамваем в обоих направлениях. Виновником полицейские признали самого молодого шофера. Да и сам он не отрицал, что допустил оплошность. Именно ему придется оплачивать, кроме всего прочего, часовой простой трамвайных вагонов. Очевидцы, которые выдавали взаимоисключающие версии события, нашлись у происшествия на пешеходном переходе. По словам одного из них, таксиста, на его глазах Сузуки Гранд Витара у остановки Поворот на проспекте сбил пешехода. Автомобиль двигался в сторону торгового центра Сингапур. 22-летняя девушка переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате удара ее якобы отбросило в сторону. Пешеход упал на асфальт. Медики, прибывшие по вызову, успокоили. Травма не опасная. На ноге остался лишь ушиб. Водитель Гранд Витара утверждал, что пострадавшая сама подскользнулась и упала. А он остановился лишь для того, чтобы помочь молоденькой пешеходке. Он готов был также предоставить свидетелей, которые могли подтвердить его слова. В такой ситуации полицейские рассудили, что надежнее всего будет положиться на показания пострадавшей. После того, как она освободилась из неотложки, спорящие стороны пригласили в машину ГИБДД. После краткой беседы, напоминавшей очную ставку, выяснилось, что наезда все же не было. И стороны не имеют претензий друг к другу. Поэтому оформлять происшествия как ДТП патрульные не стали. Продолжение следует...